Всем привет! Вы на канале Клоу-Тити. Всем хорошего настроения. Мы с вами сегодня продолжаем поиск Александра Цыпкина «Идеальный Че». И на сегодня у нас сцена номер один, послеантрактная. Называется «Егор Матвеев». Итак, Александр Цыпкин, Егор Матвеев, 43 года. — Ну, надо же, и здесь собаки. Тоже ждешь. Ну, сейчас встретимся. Интересно, с кем? — Я вот думаю, неужели он и вправду по образу и подобию? Тьфу, наоборот, ну ты поняла. — Честно говоря, если по образу и подобию, то как-то не очень получилось. Я, знаешь, вот инженер, и могу сказать, конструкция очень хреновая. — Ломается чуть что, и запчастей не найти. А главное, ну никакой предсказуемости. Мне приятель со скорой рассказывал, привозят к нему за день двоих. Один с пятого этажа упал. Представляешь, придурок решил посмотреть, нет ли очереди за пивом. Ну, вот и посмотрел. А второй лампочку на кухне решил поменять. — Стул на стол поставил. Рухнул. Так у того, что с пятого этажа свалился, сломала лодыжка. А у второго шея? — Парализован на всю жизнь. Какое уж тут подобие. — А собак я не люблю. — Нет, конечно, вы добрые. Ну уж очень мне жизнь поломали твои братья. Точнее, сломали. — У меня жена рожает. Я в роддом лечу и собаку сбиваю. Ну, торопился. Торопился я. А жена просила при родах поприсутствовать. Не знаю, зачем ей это сдалось. Чего там смотреть? Ну, попросила. Я поехал и собаку сбил. Шавку какую-то. Сама под колеса прыгнула. Бездомная. Виски еще такой. Знаешь, я до сих пор помню этот виск. Я машину тормознул, вышел. Она лежит, скулит, ноги не шевелятся. Еще бы такой удар был. Ну, что мне делать? Жена в роддоме, а эта тут помирает. Я ее на травку положил, сел за руль. И не могу я ее бросить. Ну, как тут бросишь? Решил сам кончу, чтоб, ну, не мучилась. В детстве у бабки каждое лето щенков с котятами топили. И ничего. Бабка за эту картошку жарила. Не утопишь, не пожрешь. Ой, думал, легко задушу. А она, сука, прямо в глаза смотрит и скулит. Ну, больно, наверное. Мне уж из роддома звонят. Ну, что мне делать? Я глаза закрыл и начал душить. А она обоссалась. Люди тоже так говорят, если вешается. Ну, короче, не смог я. Звоню в роддом, спрашиваю. А можно я собаку сбитую привезу? Меня, знаешь, обматерили. Говорят, у нас роддом, а не ветеринарная клиника. А то я не знаю. Знаешь, у нас люди странные. Иногда лежит человек на улице, помирает. Никто не поможет. А иногда мужа алкоголика, скотину, баба всю жизнь тянет. Не поймешь нас. Так и тут. Ну, вот что мне делать? Убить не смог. Бросить тоже. В роддом не взяли. Поехал в ветеринарную. Приехали, врач спросил. Ваша собака? Я говорю, нет, бездомная. Просто подобрал. Он ушел. Я, если честно, даже не понял. Думал, ну, еще пять минут подожду, да и поеду. Сижу. А он должен в другом коридоре сидеть. Жене попросил передать все, как есть. Мол, выражайте без меня, я собаку спасаю. Ничего не ответили. Да, я ее понимаю. Надо было нормально машину водить. Я, конечно, выпил. Что уж там, на радостях. Ну, немного так. Ну, как немного. Ну, в общем, выпил. Дара дома два километра. Думал, доеду. Вот доехал. Я врачу стучу. Говорю. Мне ехать надо. Что там? Можно я поеду? А он мне. Нет, тело забрать надо. Он ее просто усыпил. Вот даже спасать не стал. Удивился только. Сказали же, что не ваша собака. Я и понял, что никто ее выхаживать не будет. Ну, кто же знал-то? Конечно, я бы ее выходил. Что же сразу-то усыплять-то? А он такой. Ну, минимальный вред. Я даже запомнил. Минимальный вред. Я его хотел было об стену головой, чтобы мне тоже минимальный вред. Сдержался. Вышел. Лечу в роддом. Жена звонит. Говорит. Что? Мудила. Ни при родах не был. Ни при зачатии. Я так обалдел, что в столпы ехал. Лежу. Ногами пошевелить не могу. Думаю. Эх. Того быть доктора с минимальным вредом сейчас. А рядом люди идут. Мимо все. Один, правда, стал помогать. Но машина-то загорелась. Он и убежал. Я думал, он меня вытащит. Но мне даже кажется, он мне в глаза посмотрел. И вот, знаешь, я как подумал. Что сгорю живьем и не в танке героем, а в ладе, мудаком. Вот так и умер. Повезло. Пощадили меня. Живьем гореть очень больно. Интересно, она от обиды или правда не мой ребенок? Вот как бы узнать, а? Я не то чтобы зла на нее держу. Нет. Ну, как-то мне спокойнее будет. Может, они мне там соврут. Я только рад буду. Ну, чего ты так смотришь? У меня колбасы нет. Хорошие у тебя глаза, добрые. Как будто все понимаешь. Жалко, конечно, что ту псину просто усыпили. Надо было сказать врачу, что я вернусь за ней. Хотя, может, и к лучшему. Я, кстати, в судьбу никогда не верил. Ну, пока вот не умер. Точнее, пока не увидел, как тот парень, который меня вытащить хотел, убежал. Я тоже ведь тогда убежал. Как сейчас помню. Пошел в деревню за водой и вижу. И рыбак-мудак под лед провалился. Весна уже, солнышко пригрело, а он дурей на самую середину озера зашел. Ну и кричит, помогите. А как я помогу? Надо же к нему ползти. А если сам провалюсь? Тут каждый сам решает. Мне лет семнадцать было. Мамка, батя, сестричка, как бы они меня хоронили? Я и побежал, чтобы крик не слышать. Хотя, я его потом еще долго слышал, лет десять. И знаю, что скажу. Если мне здесь этого рыбака предъявят, я все равно скажу, что правильно сделал. И тот, что меня из горящей машины вытаскивать не стал. Тоже правильно. Нельзя свою жизнь на чужую глупость класть. Ну, весна. Нахрена тебе эта рыба? Или я пьяный дурак? Так что, все правильно. Не наказывайте пацана. А вот собаку жалко. Надо было сказать, что я ее заберу. Сцена третья. Светлана Рябинкина, двадцать восемь лет. Ну и наркоз. Привидится же такое. А девочку предупреждали. Ну, это не зубы, поместные не сделаешь. Тоска, конечно. У меня в голове раз такие галлюцинации. Так, минутку. Эээ, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Я что, сдохла, что ли? То есть я натурально сдохла на операции? В двадцать восемь лет? Мне врач сказал один случай на миллион. Я что? Одна на миллион? Наконец-то. Одна на миллион. Любая баба мечтает такое слышать. А, сдохла-то я из-за этого козла. Ну, вот точно. Я же конченая дура. Я идиотка. В двадцать восемь лет умереть из-за мудака. Надо мной все же телки ржать будут. Это же не похороны будут, а комедий-клаб. Отчего Светка умерла? Рак? От глупости. Нет, я Макса здесь дождусь и лично ему в глаза выцарапаю. Скотина. Как вспомнил этот взгляд снисходительный. Мол, ну да, Рябинка не дал тебе бог. Ему, можно подумать, дал особо. Я же молчала. Он, сука, не молчал. А я ведь читала, что это все из детства. Что у него там в детстве что-то криво пошло. То ли не кормили его нормально. То ли увидел какую-то голую. В общем, я-то не виновата. Но мне же больше всех надо. Я ведь еще и на свои деньги кредит взяла. Господи, ну, у тебя же я такая одна, да? Ну, скажи мне, Света Рябинкина, ты у меня такая одна. Такая идиотка. Это же история для кино. Ради мужика решать сделать себе сиськи нормальные. Взять кредит и умереть на операции. И, кстати, вот да. Нормальные сиськи. Девки, не видитесь на эту хрень. Любые сиськи нормальные. То, что этому не до кормушу двойки нужны, так это и его проблема, в общем-то. Я же не просил его член увеличить, а не помешало бы. А нет, говорила, все хорошо. А он, сука, как на пляж приходил, так на каждую корову глаза сворачивал. А мне что делать? Доска, два соска. Хотя соски красивые. У этих с большими сиськами не соски, а размазня, а у меня как вишни. Интересно, соски-то остались. Кстати, а ведь правда интересно, успел врач-то импланты ставить? Хоть бы успел. Тогда на похоронах красоткой буду. Эх, догадался бы, кто меня без белья хоронить или расстегнуть блузку. Сиськи-то стоять будут. Имплант там все равно, живая или мертвая. Фоточки красивые будут. Макс любил большие сиськи. Я ему сюрприз готовил. Представляю его лицо на похоронах. Если он мои новые сиськи увидит. Мне кажется, он его на всю жизнь колбаснет. Это все. Это все, конечно, если врач честный. Может импланты и вынуть. Скажет, что умерла до того, как ставили. Хотя они мои. Я 300 тысяч заплатила. Заплатила. Не имеет он права их себе оставлять. Но сегодня же никому верить нельзя. Неужели кинет меня? Ну, не должен. Мне его так рекомендовали. Хороший врач, говорят. То, что я у него на столе умерла. О нем, как о враче, конечно, не очень говорит. Но может хотя бы человек честный. Должен же понимать, что похороны. Это самая крутая тусовка будет в моей жизни. Все придут. Однокурсники, одноклассники, родственники, дядя Коля. Папин брат двоюродный. Лет с 13 меня так не пытался бывший мой. О, его же бывшая припрется. Точно. Вот она-то точно от зависти сдохнет. Прямо на кладбище. Тоже, кстати, доска. Вот Макс невезучий. Вечно в селедок каких-то влюбляется. И тут я. Молодая, красивая. Красивая. И с новыми сиськами. Жизнь-то, жизнь-то удалась. Не зря все-таки к хирургу пошла. Нахрен меня девочки отговаривали. Интересно, а в чем меня хоронить-то будут? Лучше бы, конечно, в том платье Баленциага. Только вот, только вот где оно? Ой, я же его так из химчистки не забрала. Вот тура. Оно теперь там и останется. Обидно, как надо было забрать еще вчера. Тогда бы точно в нем похоронили. Ну, и не идиоты же все. Хотя, маме не до этого будет. Макс вообще не видел разницы, в чем я хожу. Кроме Карины. Никто об этом не подумает. Ну, вот как так? Завещание надо было написать. Я ведь шутили с корешей. Музыку еще подбирали нам на похороны. Жаль. Жаль, я ей тогда про платье-то не сказала. Она бы запомнила. Дура. Один раз умираю. И так все провалить. Сцена следующая. Василий Килькин. Пятьдесят восемь лет. Ну, все. Конец мне. Подъел я Ивана Сергеевича. Он мне пост доверил, а я сбежал и даже не предупредил. Стыдно-то как. Позорно. Взял вот так и бессовестно умер. Безответственно. Можно сказать, нарушил партийную дисциплину. Надо собраться и что-то придумать. Здесь же должна быть какая-то, ну, связь. Ну, не может быть, чтобы никакой возможности не было туда что-то передать. Тут же не идиоты. Ну, тут же должны это продумать. Ладно, я. А если бы Иван Сергеевич умер? Как область без него бы? М? Должна быть связь. Поищу. Нет связи. Ничего нет. А еще, говорят, у нас воруют. Здесь вообще ничего нет. А ведь наверняка должно было быть. Но ведь все растащили. Ивана Сергеевича на них нет. Эх. Мне просто даже страшно подумать, что там сейчас начнется. Как же наутро меня добудиться не сможет? Это ведь ей придется звонить Ивану Сергеевичу, если она еще номер его найдет. Надеюсь, тянуть не будет. Сначала позвонит Ивана Сергеевича, потом же и в скорую, ну и все остальное. Ну, она опытная, знает, что делать. Не подведет. И главное, главное же, во сне. Ну вот нельзя было как-то днем. Я бы точно успел нужное распоряжение оставить. Юбилей района, не каждый же день такой праздник. А у меня... А меня же главой вот только недавно назначили. Я, можно сказать, всю жизнь шел к этому дню. И умер прямо день рождения. А кстати, кто ее придумал делать 1 октября? Хм, вспомнил это Сухин, сторож наш. Правильно сказал. Хорошая дата 1 октября. Еще до нас на обычной машине доехать можно, а потом уже только на УАЗике. Да и... То. Интересно. Иван Сергеевич-то уже выехал? Может успеет его предупредить? Так неудобно будет. Ему два часа еще трясись. А тут... А тут такое. Он бы мог столько полезного сделать за эти два часа. Он у нас работящий. Вся область на нем. А я его... Подвел. Люди придут, гости официальные с ним будут. Праздник народный. Остановка автобуса покрасили. Ленточку приготовили. Школьный хор выучил песню, наконец, кстати, на стихе Ивана Сергеевича. А глава района струсил. Сбежал. Сбежал, считай. Остановку покрасили. Черт. Главное, чтобы дождя не было. Денег-то на краску нормальный я пожалел. Бюджет-то не резиновый. Мы пока старые наши все замазали. На днях думал немецкую взять у одного из ваших торгашей. У него от коттеджа осталось. Но солнце всю неделю, а я рискнул. А вдруг все-таки дождь? Надеюсь, наша сдюжит. Да военная вроде. Тогда еще умели краску делать. Ну, надеюсь. Ну вот что я экономил. Ну, если что-то меня в этой жизни останется. Так остановка. Когда ее еще покрасит? Лет через двадцать. Умер я. Следа не оставил. А если еще и краску смоет дождь? Хм. Так вообще, считай, и не жил. А если правда смоет? А то я как представлю лицо Ивана Сергеевича, так душа в пятке. Хорошо, что здесь меня не достать. А то бы еще раз пришлось умирать. Нет, конечно, удобно, что вот пригнул сюда и все. Раз, и нет никакого Ивана Сергеевича. Ты просто не понимаешь, какой это зверь. Ваш местный суд — это санаторий по сравнению с селектором нашим. Ну, а как иначе область рулить? Без жесткой руки наш брат мягким становится, податливым на всякие глупости. Начинает думать много лишнего, прессу читать. Черт, пресса. Эти тоже, как узнают, что я умер, поливать область начнут. Что, мол, продолжительная жизнь в районе низкая или еще хуже, что Иван Сергеевич подчиненного довел? Ей-богу, лучше бы меня машина сбила. Меньше забот Ивану Сергеевичу. И меня нельзя обвинить в несознательности. Эх, Иван Сергеевич, не серчай. Ну, надеюсь, праздник не отменят. И это уж совсем никуда. Можно, кстати, меня одеть и посадить в углу. Дескать, жив, ну, просто устал и молчит. А потом уже тихонечко всем сказать, что умер. Я бы на месте Ивана Сергеевича так и сделал. Как бы эту мысль передать? Вот нельзя вот так с делами не разобравшись и уходить. Ну, вот нельзя. Не по-товарищески. Вот Иван Сергеевич бы так точно не поступил. Поэтому он и глава в области. Надеюсь, он мне выговор посмертно не объявит. А то ведь может. Хотя, хотя будет прав. Другим урок. Пусть думают, когда на службу отечество заступает. Ну, ладно. Буду пока здесь все к приезду Ивана Сергеевича готовить. Вот придет его срок. Прилетит он сюда. А я уже здесь. Все в деталях продумал. Программу по минутам. И скажет мне Иван Сергеевич. Молодец, Килькин. Возьму тебя на повышение. Как обещал. Но это только если краска выдержит. Эх, вернуться бы. Ну, просто купить новый и все. За день бы перекрасили. Мелочишка. Вся жизнь по-другому отсюда смотрелась бы. И Иван Сергеевич доволен. И память обо мне. Хоть какая-то в деревне. Сядет человек в дочь под козырек и подумает. Спасибо тебе, Килькин. Сижу в красоте. Не зря ты жил. Ну вот, на сегодня закончим. Всем огромное спасибо. Подписчикам отдельно. Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе, когда выходит следующее. Вы были на канале Cloud City. Меня зовут Вадим. И до новых встреч. Всем пока.